всем привет мы с вами продолжаем проходить тиране ну и как вы помните прошлый раз мы с вами добрались да я даже а распуть или тяну смотрите у нас по m карта открывается пошире спасибо ей за это потом почему сворачивается в дефолтное маленькое состояние ну и посмотрим что у нас какие опции во первых вот тут можем обокрасть сразу же рынок не взять себе перчаточку которая один в один как наша но при этом не с это вершителей судя по просто тяжелых кожаная торговка хелена не желаете ли взглянуть на мои товары добрый день рук мой могу ли я предложить свои товары есть много всякого что вам точно понадобится скажи мне что ты продаешь она похлопывает рукой по поясу с кольцами давайте посмотрим смогу ли найти что то что вам понравится у ну-ка ну-ка а есть тут эти перчи перчатки нет туника торговца ухты тяжелый кожаный доспех у восстановления кстати у него меньше чем у нашего а вот у этого тоже а туника торговца больше отражения и но я думаю ноль-две секунды восстановления мы себе позволим а что за легкие сапоги сандали дворянина в один процент отражения стоит ли он того шляпа вот шляпа больше точности ну наверно тоже будут перчатки фокусник смотрите-ка что дает проворность точность дальнем бою она нам не нужна хорошо а опа ушах воина хорошая воинов но 10 котлетики нам не нужно хорошо за это мы можем ей продать а вот эту перчатку кстати нашу броню наверное а если вот так вот так можем получается мы с нее еще получим денег не или мы заплатим мы заплатили но при этом у нас фиолетовая броня появилась давайте-ка ей продадим вот эти вот штучки дрючки нужно ли нам золото не нужно ли нам золото мы так никогда и не узнаем а это бронза тем более поэтому на себя пробиваем броня 2 в течение 300 секунд пять минут неплохо так рыбу камушек ботиношки свиток и вот от свиток точно тоже можем продать потому что мы помним вот чуть под заработали прекрасно дедулия шляп торговцы как в принципе дедули можно было бы заапгрейдить но пока не будем тратить деньги лишний раз не хочется пока что тем более если мы с вами шпиль захватим то там наверняка тоже каким-то апгрейды будут и перчатки фига фигуренькие получили кто это то есть на карте кто-то обозначен правильно это мы а вот вот эти это видимо места интереса что ли сундучок чпок чпок отлично исследуйте предмет до перчатки вершителя судеб кстати меч меч и бы нам улучшить но одноручный на всякие штуки мешалка для чернил а чё за предмет что за предмет нам попался вот это крепкими нет не металлический шест а есть какой-нибудь лог у нас того что мы только что с вами поднимали это разговор добавлено тайник сломанная рукоять тайник вот он тайник сломанная рукоять нет 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 о сломанная рукоять мастерство с которым была изготовлена рукоять этого сломанного меча поистине впечатляет обратитесь к мастеру кузнецов кузне шпиля возможно он сможет повидать вам больше ладно хорошо может быть мы сможем какой-то меч в итоге собрать знаете из 1000 одного компонента как это и водится то есть вот эти вот штуки это добыча здорово тогда сейчас соберем добычу будет приятненько местный как-то вообще не реагирует никак на то что мы ходим и тут все собираем им вообще пофиг посмотреть если домики не знаю насколько вообще нормально было вламываться в домике никто биотус но биотус так биотус добро пожаловать друг кричит вам торговец звеня обвешенным кольцами поясом он машет руками эффектно представляя свои товары что привело к вас к моему скромному прилавку ищите что-то определенное или просто хотите посмотреть покажи мне что-то продаешь конечно выбираете логан точнее барик что скажешь пробивание брони больше урон больше но еще и дальняя атака хорошо а одноручный это что такое железный дротик у него просто нет названия кинжал доспех пазмастерия с овны горном пусть и но свиток сигил огня а как понять известен знаем а этот сигил вулканического оружия этот мы не знаем хорошо этому купим это мы тебе продадим вдруг так ну да видимо так видимо пока что так было бы здорово еще по торговцев найти каких-нибудь я не знаю передача по домам будем ли мы участвовать лагер что это никто и звать никак потому что имена над ними не отображаются ну и не будем тратить время на разговоры из серии эй странник здравствуй в нашей земле я так себе представляете разговоры опа еще что-то это восточный водопад хотя оба водопада спадают со стен поддельности кое-кто из местных полагает что они берут начало от одного источника выше старых стен ясным утром западный водопад отражая восходящее солнце переливается всеми цветами радуги прелесть какая так ну что по домам мы с вами пойдем такой вопрос наверное стоит да сейчас надо хабар собрать тут вот еще есть благо не опустили опустили мостик возможно материалы вот эти всякое железо и прочее кузнецу понадобятся потом но это не точно доброго дня у нее есть имя но все что она говорит от доброго дня хорошо пробуем зайти таким киллион или он совершенно не возражает что мы его сейчас сначала об чистим перед тем как разговаривать ничего страшно парень опускает голову горестно вздохнув и смотрит как вы подходите приветствую у голос надламывается ему едва удается выдавить это слово в чем дело он делает глубокий вдох успокаиваясь мы с моей сестрой калий видели как бронзовое братство отбивает многочисленные атаки сил кайроса когда те пытались взять распутье я был сильно напугана она была в восторге можно сказать я никогда не видел ее такой оживленный у нас дает сдавленных скрип она так зажглась что вступила в братство при первой же возможности вскоре после этого они отправили ее на разведку с другими солдатами братства но никто из отряда не вернулся их всех нашли мертвыми у перехода беглеца мне жаль могу ли я чем помочь он качает головы спасибо но нет я просто хочу чтобы не оставили в покое так вот я помогу этим заметьте как у щедрый наш персонаж мы принципе сделали квест чувака он сказал оставьте меня в покое мы оставили его в покое и не взяли с него ни гроша он должен ноги руки нам целовать за такое но видимо пока что они не могут оценить еще один торговец торговец пракс я не буду читать здрасте мордасти опачки бронзовая пика ярусников как у тебя тут все деньги за не отдадим но но конечно пик точеная а двуручная а копье одноручная начала у нас вариант либо щит ему обновить хотя ему нам лучше щит обновить но блин вот эта штука прям прям сатана когда-нибудь когда-нибудь у нас будет много денег и тогда мы сможем а здесь у них вообще я так смотрю торговая застава прикольно зелья зелье исцеления хочу и сильное зелье исцеления дороговато давайте слабых купил во и кстати надо всем быстро доступ их расставить как-нибудь например наш персонаж возьмет мелких тебе друг вот так вот мы дадим быстрый доступ и у дедушки одно всего давать еще три крупных вот так вот странно стоп смерть и обделили совершенно так барик главный танк а можно как-нибудь разделить шифтом надо ладно ничего страшно сколько сколько же торговцев у щит продай мне щит нет но здесь кинжал и дротики классненько и арчант бронз здравствуй радостный торговец приветствует вас улыбкой и хлопком по плечу и добро пожаловать в распуть велитяны родину лучшего из торговцев во всех ярусах он делает паузы подмигивает то есть на мою родину арчант бронз к твоим услугам он кланяется чем могу быть полезен показывает товар что-то тут вот она слабое зелье исцеления и это все купит у нас дедуля так это возьмем это возьмем огонь знаем вырастание не знаем вот так вот все купим деда смотри к тебе повезло у тебя теперь есть куча сытков лечения и сигилы которые мы можем изучить так но к но к но к ключи сидел иллюзии а что мы можем с ним сделать спектральное размытие ложная бездна урон 611 чистый сбивание с ног давайте к это что безводные земли давайте огненный шар заменим да прикольно а мы можем усилить еще чем-нибудь ухты кровотечение дольше а здесь длительность длительность восстановление хорошо давайте длительность возьмем классно а магическая система здесь реально классная вот что я думаю они но потому что обычно в играх все все гораздо проще опачки это что морозные оковы ледяный призыв при критическом попадании ледяной урон знаете это может сослужить нашему персонажу нормальную службу нет не нашему вообще нашему давайте давайте да тогда свиток этот он будет таскать но вот это наденем один процент здоровья каждый шесть секунд вообще наверное не стоит того вот сюда мы отдадим не вот сюда вам дадим вот ниже брошку но потому что если наш персонаж крита нет он такой типы ниндзя как это оправдать а типа он нельзя огня и холода о а тут я вижу еще один сундучок с хабаром который мы не осмотрели судя по всему но и после этого действительно видимо нам предстоит в домике по захаживать как народ очень спокойно реагирует что к ним заваливается кто-то не знаю я например если звонят меньше десяти раз то дверь не открываю ух ты это типа местное что это типа местное непонятно что такая сирен сирен стоит окруженная поселянами она говорит с ними мягко и нежно и словно гипнотизирует движениями рук и шлем вспыхивает когда она говорит вам трудно сказать является ли это оптическим эффектом или камень действительно пылает девушка поглощена своей торжественной речи и кажется даже не замечает вашего прихода секундное затишье она открывает глаза но как кто у нас здесь что же привело тебя в распуте или тянет не могло решить пейзажи или колорит местных жителей приехал испортить мне всю забаву она чуть мурица на мгновение потеряв хоть мысль этот он он потребовал разыскать меня да потому что ну нельзя же допустить чтобы сирен повеселилась так давайте будем не управлять давайте объявим ей что она может делать а чего не может давайте используем ее для уничтожения народа с каждым ее словом толпа волнуется все сильнее и воздух комнате становится тяжелым и теплым внезапно на улыбается довольно речей что ты думаешь о моих последователях она широким жестом обводит толпу стоящую у него в ногах когда она говорит вы чувствуете как на вас накатывает умиротворение толпа успокаивается вам становится легче дышать миленько пока ты не позволяешь этому выйти из-под контроля но прекрати вершитель беж никому не навредила но по крайней мере пока она смеется атмосфера в комнате разряжается сами не понимаю почему вы улыбаетесь прекрати свои эмоциональные манипуляции сейчас же ты пойдешь со мной чтобы я мог за тобой приглядывать то есть мне нужна нянька это был тунан да или не рад ты жопа сразу кажется все только и думают что я собираюсь снова выйти из-под контроля и перебить деревню мне 15 я наверно все таки знаю что делаю впрочем ты ведь активировал один из шпили значит твоя сила это что-то на чем можно поучиться и ты прав я конечно же не сумею добиться значительного прогресса сиди здесь с кучкой поклоняющихся мне ничтоже если я увижу тебя в действии быть может сумею понять как разблокировать мой собственный шпиль хорошо я преподнесу тебе великий дар моего присутствия в твоем отряде идем со мной серен хорошо идем если ты хочешь показать мне как прекрасен этот мир тут и за твой явно ничего не выйдет но извини мы тебя наймем но и узнать особо я не планировал хотя я так понимаю на некий иллюзомак но и главное что мы выяснили с вами что действительно нам стоит заходить во все эти домики ой брат на отведите вершитель судеб добро пожаловать в распутье ли она подожди я сейчас я ограблю и поговорим обгоревший на солнце мужчина наклоняет голову в знак приветствия чужеземец никогда не приходит один так говорила моя мама видимо она была права он задумчиво стекивает своим словам меня зовут элтен добро пожаловать в распутье ли тины должно быть это про тебя все говорят вершитель судеб туна наверно элтен наглядывает вас с ног до головы и пожимает плечами наслышан от твоих подвигов колодцы вендриенов думал что ты не меньше трех метров ростом извергаешь изо рта огонь но вот это кстати верно видимо не стоит судить о книге по обложке вообще-то я не сторонник твоей манеры сначала бить а потом задавать вопросы но кровь проливается за распутье лития на они не в первый раз и точно не в последний я даже притворяться не буду что скучаю по братству на хватит болтовни ты сюда не за уроком истории пришел и не за моим мнением о твоем величии он словно отмахивается от своих предыдущих слов адюкатор тебя прислал за архонтом песни если я правильно понимаю чем старый дурень может быть полезен я не совсем понял в чем дело с архонтом песни сирен певчая птичка кажется полгорода страдает от неразделенных чувств с тех пор как она поселилась домишки у реки если она тебе нужна это на первом ярусе он хмурит брови заберешь ее с собой возражать не стану он покачивает головы стараясь выглядеть не слишком кисло но раз уж ты приехал мне из-за нее чем могу быть полезен могу я задать пару вопросов о распутье литияны если у тебя есть вопросы по поводу нашего поселения то задавай их мне мое сомнительное достижение в том что я живу здесь дольше всех поэтому большая часть истории распути наблюдал собственными глазами и лодина улыбается глаза ноги волосы и слух уже не так хороши но разум мой до сих пор помнит все что здесь произошло о чем ты хочешь узнать я постараюсь ответить кратко а то бывает этому говорить безумно а что ты можешь рассказать о шпиле в распутье литияны к этому не привыкнешь казалось бы после того как годами живешь его тени нервы должны успокоиться но со мной такого не случилось разве можно расслабиться если по соседству живут погибели если потеряешь бдительность возле этих старых стен то тебе друг мой крышка но ведь она не была совсем помешанной когда поселилась здесь она отправилась внутрь и нашла запечатанные проходы из-за которых нельзя было зайти слишком далеко от входа она решила что и по гибелям будет не просто до нас добраться тот кто соорудил эту чудовищную громаду хотел чтобы мы туда не ходили именно так мы и сделали не все было гладко с этим негласным уговором были происшествия он мощь от воспоминаний но большей частью погибели не выходят наружу если не заходить внутрь просто нам приходится держаться на чеку изо дня в день а мне можно войти в старые стены а те так сильно нужно уверен есть другой он останавливает себя и переходит на менее агрессивный тон никто тебя останавливать не будет вершитель если ты спрашиваешь об этом если у тебя есть какие-то дела внутри то предполагаю дела эти важные просто старые стены непредсказуемы иначе не скажешь погибели могут не тронут тебя в этот раз но я ни в чем не уверен когда речь заходит об этих мерзких отродьях пошли отсюда спасибо я так подозреваю что дверь в центре города это непосредственно она ну то бишь вход вот в эти самые старые стены о которых нам говорят ну давайте тогда на смотрим с вами раз два три о тут еще хижинок до конца эпизода нам кажется хватит вполне возможно ну а чё делать об федора да дея федора да дея у ребят у вас тут есть сбережения вы богатые дети когда вы подходите вас радостно приветствует приятного вида женщина добро пожаловать в распутье литяны странник меня зовут федора это моя прекрасная жена дея она показывает настоящий рядом блондинку с каменным лицом который поднимает руку быстром приветствии что привело тебя в город могу я чем-то помочь да нет нет если вы не собираетесь меня тренировать то нет иногда у меня создается ощущение что вот такие персонажи это просто как сказать токен ну блин короче я не могу сформулировать на типа персонаж который здесь чтобы все видели что обсидиан они очень продвинутые и однополые браки в их играх есть таки все это бафта полю вас вот что бывает когда ну то есть я совершенно не против но выглядит это странно похоже что эта стена была разрушена года назад и так с тех пор как следует и не ремонтировалась я к тому что смотрите сколько мы знаем персонажей у которых здесь есть супруги да мы не знаем нам все равно но тут нам конкретно сказали что у этой женщины есть жена то есть как бы это вышло из нормы чтобы рассказать нам что вот смотрите как продвинутые до современные взгляды эллиден наш настоящий предводитель поговорить с ним если тебе нужно да я это я с вами всеми еще поговорю я собираюсь вас ограбить сначала старости на опасные не советуйте заглядывать внутрь и все-таки обзбарика с удовольствием снял броню но не в том смысле что делать с ним сну сну естественно в том смысле что мы могли наверное ближайшем будущем ему найти какую-нибудь годную бройку от которой бы он не отказался совершенно так здесь мы были или нет это хороший вопрос по моему нет давайте если были то я просто войду и выйду и вы даже не заметите о нет смотрите-ка мастер по закалке и мастер по литью а также вы можете создать охотник за головами если у вас есть доступ к кузне шпиле и нужным материалом наручи крестьянина а как они с нашими но они зато пробивают броню нифига ся ну-ка это мы уберем рыбу сундук это нам на это кажется не наручи рыба одноручное оружие так что-то здесь не так с unity произошло в бронзовая боевая булава наконец-то она правильно решила называться что значит выжившие вот здесь а это не здесь выживший и не здесь выживший а где выжившие на щите выживший бронзовый топор выживший не люблю юнити за вот такие вы крутасы но каждый раз как вот рельгий игра на юнити окращение что а по персонаж перегружен ладно мастер по литью юнити встречает вас с видом нескрываемого превосходства но при этом старается не встретиться взглядом тебе что-то нужно какие-то проблемы отвечает вам не сводя пристального взгляда с лары это внутренние дела скованных горном ничего такого что могло бы заинтересовать высокий сутун она эти уверяю чем-то занимаешься в кузнице обеспечиваю чтобы все работало гладко подкручиваю подмазываю где надо он улыбается с напускной скромностью кроме того я заместитель лары если с ней что-то случится главное тут стану я лара мастер по закалке склонившаяся над горном мускулистая женщина выпрямляется и поворачивается к вам облески пламени танцуют на ее лице придавая глазам зловещий вид она обнажает зубы в широкой улыбке это единственное белое пятно на ее испачканном сажи лица убиваешь левой рукой или правой с двух рук она потирает почерневшие руки разглядывая вас в ожидании обычно я могу раскусить любого с первого взгляда но с тобой все сложнее молча смотрим покрывая свободной хлопковой одеждой тяжел покрытая свой свободной хлопковой одеждой тяжелым хальшовым халатом и каплями пота это женщина средних лет живу натюрморт из пятен сажи ожогов и шрамов под слоем гарри проступает кожа которая редко видит солнечный свет и белые зубы прячутся за сердитым взглядом правый или левый так значит здороваться у тебя дома ты также отвечаешь вопросом на вопрос и улыбка растягивается еще ярче блестит зубами она мягко усмехается про себя это простой вопрос дитя какой рукой то замахиваешься чтобы забрать чью-то жизнь почему-то спрашиваешь рукавица самая сложная часть доспеха равно как и самая дорогая в изготовление столько накладок и все разных размеров потом еще заклепки она потирает пальцы стряхивая хлопья сажи и железной пыли думаю ты повидал немало боев в своей работе одна рукавица точно износится раньше другой мой разум всегда думает о том что нужно будет чинить раньше вот и все правой принято она причащает горло и вытирает черные от сажи руки от ткань халата меня зовут лора я мастер по закалке главный кузнец распутья литианы у меня дел больше чем времени на их выполнение но не грех приостановить работу ради разговора с вершителем судеб чем могу помочь можешь сделать для меня кое-что могу ли она приподнимает бровь определенно сделаю но кайрос не зря создал очереди она не сдерживает вздоха все командиры железных ходоков или алого хора осыпают меня взятками и листья в надежде что я отойду от графика сделаем что-нибудь особенное она открывает рот словно хочет добавить что-то еще он замолкает и скрещивает руки на груди забудь что спросил это я могу я хочу поговорить о барике а что он зачем ты нас сюда привел вершитель судеб я вытащу тебя из этой тюрьмы помнится я просил тебя четко и ясно больше этим вопросом не заниматься барик замолчи из-под массивного шлема барика доносится глухое рычание я хотел я надеялся что ты осмотришь барика разве адюкатор явно не запретил именно это если ты не в курсе он почтовыми птицами разослал это решение по всем кузням гильдий если ты на него просто посмотришь это же не будет нарушением запрета адюкатор верно позволь я скажу тебе ясно вершитель судеб скованный горном принесли обет верности адюкатору тунану архонту правосудия клятву этому стараемся не забывать и без нужды не искать в ней лазейки скрупулезно как кузнечном деле так и во всем прочем вот так выглядит верность клят вершитель судеб на случай если ты позабыл а неизвестен ли тебе умелый кузнец чуть менее железным чувством долга из темноты шлема барика доносится скрежет зубов ты просишь стать меня соучастницей преступления возможно есть человек который согласится тебе помочь я слыхала в каменном море обосновался некий маг кузнец по всей логике и должны были прикончить так что я полагаю она как-то договорилась с этой светящейся зеленой мрази нератом имени я тебе не назову но ты можешь поспрашивать степные врата вот то место которое тебе нужно если нелегко занесет тебя в те края спасибо тела прощай вершитель судеб если меня спросят мы ни о чем с тобой не говорили барик конечно это не самый как бы ну короче он не платит нам добром за добро вообще не понимаю чем по возле него прыгаем ну кроме того что он хороший танк и мне бы хотелось чтобы на нем и доспех был какой-нибудь топовый чтобы он мог больше танчить так что совсем не сюжетные цели я преследую в данном случае а практичные практические потому что нам нужен крепкий фронт-лайн чтобы можно было не волноваться о том какое бытие у нашего но у наших задних рядов когда но если барик был крепче я бы например смог отказаться от одного милишника в пользу как раз таки еще нам кастера например да но если тут барик падает наш персонаж оказывается в заднице мягко говоря так а как нам вот сюда дойти черт вот ведь а здесь был вот тот чувак который просил его оставить в одиночке да а тогда 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 сюда 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 ладно знаете что я добегу до вот тех ворот и перед ними прямо сохранюсь ну а пока смысл на это смотреть давайте своим потихоньку прощаться посему спасибо миша лебедево мишев имену андрею фиолетово евгению глеба вода хармсов алексея смирнова просто еду сергею кайна роки борьба антону цару баратуман за сердже отирадора и феста когда вы 45 рус и дарья кравчук за то что те продолжают поддерживать наш канал наш персонаж как-то смог пробежать не по а тут есть дорожка молодец но тогда он скроет там была скляночка 1 ничего такого ради чего стоило бы прерваться так вот спасибо ребятам за то что поддерживает канал спасибо всем вам что вы смотрите это прохождение ну а мы с вами встретимся уже завтра в следующем эпизоде а пока на этом у меня все всем удачи счастливая и до скорой встречи пока пока увидимся